Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, Октябрьский! Добрый вечер, Киев! Как же приятно, что вы с нами! Как приятно, что снова у нас здесь женский квартал! Вы знаете, вот сейчас зима, год подходит к концу, на улице декабрь, и нам показалось, что имеет смысл подвести итоги этого непростого 2020 года, подвести итоги и, наверное, сделать определенные выводы, чтобы такого больше никогда не повторилось. Мы убеждены, что 2020-й был таким сложным, потому что никто не слушал женщин. Сейчас объясню. Начнем с коронавируса. Ну вот, скажите, вот была бы у этого китайца женщина, вот разрешила бы она ему съесть эту летучую мышь? Ну вот разрешила бы она ему ее купить или поймать? Нет? Она бы спросила, что у тебя в пакете? Нунсяо! Да вот летучая мышь на голову упала, решил съесть. А ну-ка выбрось немедленно и руки помой. Так что попади эта летучая мышь женщине, она бы ее что, девочки, сделала? Она бы ее проварила, прожарила хорошо, да, на мясорубочке с лучком прокрутила. Вся зараза бы исчезла. А мужик, видимо, как обычно, просто размазал летучую мышь по куску хлеба и пошел заражать мир. Так что, как видите, влияние женщин на события планетарного масштаба весьма недооценено. И мне в этом плане очень нравится Милане Трамп. Ходят слухи, что сразу после выборов она подала на развод. Вот это самооценка. Молодец! Женская версия фразы «Если спать, то с королевой». Ну да, бывают случаи, когда женщину слушать необязательно. Я сейчас говорю о тех, кто пошел на концерт нашей подружки Оли Поляковой в Харькове. Оказалось, что людей, готовых рискнуть жизнью ради песни «Шлепки», в нашей стране довольно много. Я думаю, Олечка, тебе было приятно, поэтому не обижайся на нас, пожалуйста. Кстати, насчет обид. Вы наверняка слышали, что Американская киноакадемия учредила новые правила получения премии «Оскар». Ну, она старалась не обидеть никакие меньшинства. Вот в этот раз у них даже не было ведущих. Наверное, для того, чтобы не обидеть неведущих. Да, в следующий раз, я думаю, не будет даже фильмов. Ну, просто, чтобы не обидеть никого. Вот никого. Просто все соберутся без ведущих, без фильмов и просто скажут «Все молодцы». А, нет, нет, тут тоже может быть обидно. Могут обидеться, кто это все. Просто соберутся и скажут «Все как все». Но по факту, надо сказать, что эпидемия коронавируса стала причиной другой эпидемии, другой заразы — ТикТока. Потому что те, кто раньше над ним смеялись на карантине, все же его скачали. А оттуда, друзья, нет возврата. И особенно пострадали те взрослые, которые из Фейсбука перешли сразу в ТикТок. О, ребята, это как с кофеина пересесть сразу на героин. Слишком резкий переход. И вот последствия от такого стресса мы можем наблюдать в ТикТоке Юры Горбунова. Но, с другой стороны, что делать? Ни гастролей, ни концертов. Кстати, мне кажется, единственная группа, которая выиграла от 2020 года, — это группа «Антитела». Вот у них точно увеличилось количество запросов в Гугле. Ну и я от себя скажу, что 2020-й нас многому научил. Меня, например, он научил находить радость в, казалось бы, обыденных вещах. Я, например, никогда не думала, что буду так радоваться, что чувствую запах мужчины, который едет со мной утром в лифте. А вообще, конечно же, друзья, все будет хорошо. Все вернется, все будет как раньше. В торговых центрах будет полно людей, в маршрутках полные салоны. В общем, все будет так же, как сейчас, только теперь без масок. Главное, пожалуйста, прислушивайтесь к женщинам. Добро пожаловать в женский квартал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова